Всех приветствует Отвертка, канал Домашнего Мастера. Наступает лето, наступает жара, наступает время позаботиться о своем здоровье. Имеется в наличии кондиционер, китайский, непонятный, проработавший уже один десяток лет, это точно. Нам его надо хотя бы раз в год почистить. Так, готовим химию, щелочь, тряпки, хлопчатобумажные разные, подготовленное рабочее место, накрываем все это дело полотенцем, отвертки, пинцет, плоскогубцы. Имеется ведущий канал Валерий, вот как раз он сейчас вам привет передает, обвешанные камеры им и так далее. И мы начинаем наше действие. Первое, нам надо разобрать кондиционер. Соответственно, снимаем крышку верхнюю, все это дело складываем на подготовленную поверхность, потом все на помывку. Соответственно, фильтр грубой очистки. Пыльцы, да, пыльца есть, как ни странно, да. Эти фильтры надо чистить раз в неделю, по-любому. Особенно, когда он у нас работает на охлаждении. Соответственно, вынимаем шторку, подвижная шторка. Сперва освобождаем центральный вот эти вот методом изгиба. Центральный крепеж. Методом изгиба вынимаем левую часть, а потом правую. Следующее, что мы должны сделать, это взять отверточку и, соответственно, вынуть крышки над саморезами. Там саморез везде применяется, непонятно какая вещь, но факт такой, работает. Шурупы там стоят. Снимаем пластмассовые крышки декоративные и откручиваем крепеж. Внизу три, а вверху два винта есть. Откручиваем, складываем на место. Никуда не спешим, запоминаем, что где было. Да-да-да, крышечки. Это называется полная разборка. Соответственно, два верхних крепления тоже у нас есть, два винта. Не забываем открутить крышку электрического блока, прикрывает она. Так, и все, в принципе, наверху защелки стоят. И аккуратненько, аккуратненько, упираясь в нижний вот этот вот лоток, оставляем его в креплении. Аккуратненько, да, вот, слегка снимаем крышку. Вверху на защелках. Сильно не надо, потому что вот там вот разъем имеется. Да, разъем имеется, соответственно, надо разъем отключать. Там есть упоры такие, упоры нажимаем и отключаем индикатор верхней крышки. Соответственно, после этого наша задача отключить заземление. Отключаем заземление. Там есть такие проводочки зелено-желтые. Два контакта там приходят. Да-да-да, смотрю еще на камеру. Откручиваем заземление. И также там есть у нас терморезистор тоже чуть-чуть внизу. Терморезистор или термодатчик. Его тоже надо вынуть из крепления. Да, немножко подварились, так сказать. Подкипели винтики, там влага и так далее. Все это дело откручиваем. Да-да-да, и крышку снимаем электрического блока. Опять-таки, ребятки, не забываем, что все должно быть отключено от сети 220 вольт. Не пультом, кнопочкой, а именно из розетки 220 вольт. Потому что мы лазим там руками и так далее. Соответственно, убираются вот эти два провода заземления. И, соответственно, там у нас есть термодатчик небольшой. Да-да-да, вот он термодатчик стоит. Его надо пинцетом скобу вот этот приподнять. И, соответственно, термодатчик вот он с пастой КТП-8 вынимаем из радиатора. Все это дело подключено к этой черной коробочке. Это там электрическая часть. Туда, в принципе, сильно не лезем и так далее. Следующее. Откручиваем крепление вот этой вот электрической части. Это коробка, закрепленная сверху на защелочку, а снизу на один шуруп. Крышку можно снять, потому что под крышкой находятся два разъема. То есть один разъем для крепления, то есть для подсоединения привода шторки. Двигатель стоит на шторке и шторку колеблет. Хорошая вещь, в принципе. Морской бриз получается. Откручиваем крепление. Все это дело складываем в одно место, не сеем. Открутили. Сверху защелка у нас имеется ее немножко вверх и вынимаем электрический блок. Датчик температуры у нас дополнительный провод там есть и так далее. Электрический блок обязательно закутываем в полотенце. Потом в будущем у нас как раз здесь будет мокро, химические всякие элементы будут, вода и так далее. Электрический блок изолируем с помощью полотенца. Следующая наша задача открутить одно крепление вот снизу и там повыше. Саморез тоже будет, шуруп будет такой. Откручиваем крепление радиатора или испарителя. Вот здесь вот один винт у нас есть. Да-да-да. В этот раз я снимаю с трех камер, так что немножко полегче будет. И вот это верхний винт тоже самое. Это мы правую часть испарителя или радиатора откручиваем от основания. Потому что нам надо будет вот этот испаритель чуть-чуть приподнять и вынуть оттуда вентилятор. С этой стороны, да, тоже. И вот с левой стороны тоже сверху один там у нас есть винт. Откручиваем его. Запоминаем, ребятки, запоминаем. Если не запоминаем, то делаем тогда фотоснимки с помощью ваших гаджетов. И вот здесь еще один винтик тоже есть. Тоже откручиваем. И у нас получается четыре крепления слева два и справа два. Соответственно, приподнимаем испаритель и у нас вываливается вот этот лоток. Лоток для сбора конденсатора. Отключаем его от трубы. От трубы, да. До этого мы уже отключили с платы электрики винт. И, соответственно, мы видим, как за целую зиму и целое прошлое лето здесь накопилась своя определенная жизнь. Грибок и так далее. Дренажная система труба у нас есть. И мы вот так вот смотрим и видим там довольно-таки много наросло серого такого налета непонятного. А это как раз есть и грибок. Там своя жизнь за целый год и так далее. Я, конечно, ленюсь. Два раза в год не чищу, а за один сезон приходится чистить. Итак, мы вот потихонечку зумом приближаемся и видим там своя жизнь. Вот это вот серый налет на синей пластмассе. Это как раз есть и грибок. Его никак не сдуть. Издали его никак не убрать. И его надо полностью оттуда, этот вентилятор, доставать и, соответственно, подвергать жесткой чистке. Видим вот это вот сборище. Это еще ничего. Бывает хуже, если честно, бывает хуже. Это накопилось буквально прошлое лето и зиму. Зимой не часто, но бывало включали на отопление. И вот видим вот это все наросты. Пыль, грязь и так далее. Итак, следующая наша задача. Снимаем крепление двигателя. Вот этот кожух у нас есть, крепится тремя саморезами. С помощью пинцета верхнего там надо будет выкручивать, то есть поддерживать его, чтобы не свалился куда-то. Я думаю, у вас получится. Кожух снимаем и, соответственно, крепление двигателя. Итак, приподнимаем испаритель. И с помощью определенных телодвижений вынимаем вот этот кожух. Это самая сложная штука тут. С помощью определенных телодвижений можно все это дело победить. И не один раз. Вот почему пришлось нам откручивать сам испаритель или радиатор. Да-да-да-да-да. И вот мы вынули наш злосчастный вентилятор, который покрыт множеством доростов всяких, всякой живности в виде грибка. Соответственно, крепление есть к валу двигателя. Вот здесь у нас винт. Прежде чем, когда снимать, сделайте отметку фломастером, где он был по креплению. Очень полезная штука. В следующий раз, когда будем собирать, тогда не надо будет мудрить, потому что бывает неправильно поставишь, и потом этот вентилятор у нас трется о корпус. Итак, мы видим вентилятор. Его надо с ручником отдавать на помывку. Двигатель. С двигателями, в принципе, ничего не надо делать. Трубка. Надо будет ее потом промыть. И, соответственно, видим внутренности. А во внутренности живет своя жизнь. Вот издали так показываю более-менее. Вот это все серое. Вот это вот. Да-да-да-да. Вот эти точечки. Это сосредоточие грибка и живности всякой. Наша задача как раз помыть. Все при бамбахе складываем в ванную комнату. Соответственно, с помощью полотенца изолируем двигатель на лотке для сбора конденсата, чтобы его не залить. Потом аккуратненько снимем полотенце и там помоем. Соответственно, отдаем на помывку. Вот видим, там своя жизнь. Да-да-да, скользкая, такой липкая субстанция какая-то там есть. Это тоже. Используя другое полотенце, мы также изолируем на крышке вот этот электрический блок индикатора. Индикатора и фотодатчики. Здесь тоже надо полотенчиком. Все это дело закрываем. Закрываем и отдаем на помывку. На помывку, да. Или сами, или кому-то предлагаем заняться этим делом. Соответственно, горячей водичкой, соответственно, используем различные виды химии, содержащие щелочь, едкие вещества, поверхностно-активные вещества и так далее. Да, вот целый объект. Пожалуйста, можно развлекаться. Соответственно, я в это же время делаю жидкость для промывки трубки отвода конденсата. Там своя жизнь. Наливаю сюда различные моющие средства с содержанием различных щелочей и так далее. Даже белизну налил. На всякий пожарный, если честно. И все это дело потом разбавляю горячей водой. Да, горячей водичкой. Соответственно, всяких щелочей туда, пурху и так далее. Их может быть разное количество. В том числе и спирт, в том числе и всякая бяка, будем говорить так. Бытовой химии навалом тут. Гремучую смесь делаю. Состоящую из щелочей и различных моющих средств. Соответственно, потом все это дело разбавляю горячей водичкой. А для чего все это дело делать? Чтобы вот так вот с помощью воронки я промываю вот этот вот шланг, который отводит на улицу вот эту воду. Внутри могут поселяться различные жучки, паучки, плесень и так далее. И трубка забивается. Ничем не поможет, как только лишь горячей водой аккуратненько проливать чуть-чуть, чтобы она стекала и так далее. Промывается, промывается и промывается. Примерно 700 литровая банка. Этого, в принципе, хватает. И после этого у меня там водичка в конце прямо швыливалась, как заварочной чайник. Это обязательно надо делать. Не думайте, что у вас там будет полный порядок. Какой-нибудь жук поселится, а потом затычка будет такая. Обязательно все это дело. Соответственно, после этого бытовой химии для выведения всякой заразы мы очень мощно проливаем наш испаритель. Наш испаритель. И с той, и с другой стороны здесь надо проливать его. Соответственно, на полотенце все вниз льется. Электрическая часть у нас прикрыта полотенцем. Это мы правильно сделали. И двигатель тоже там немножко прикрыт полотенцем. И, соответственно, мы начинаем дезинфицирующими различными средствами, содержащие спирт, бытовую химию, щелочь и так далее, уксус, поверхностно-активные вещества промываем. Соответственно, мы уже помыли наш вентилятор. И, соответственно, ставим его назад, согласно метке, да, согласно метке. И закрепляем винтом. Все у нас помыто. Левая часть ось, немножко маслицы можно будет на левую часть вентилятора, маслицы машинного. И, соответственно, наш испаритель помыт, все вычищено, все полотенца, так сказать, использованы и так далее. Мы на место ставим наш агрегат, двигатель, двигатель. И попозже немножко будем ставить вот этот вот чехол. Обязательно проверяем, чтобы все крутило, чтобы нигде ничего не задевало, не шаркало, не шеркало и так далее. Выводы вот эти вот двигатели смотрим на себя. Потом я вам покажу еще, где что, на что посмотреть. На двигателе находится справа и слева резиновый амортизатор. Это очень важная часть нашего агрегата, чтобы он по ночам у нас не шумел. Шумит, конечно, но не так сильно. Соответственно, пробуем, крутим вентилятор. Соответственно, ставим вот эту вот крышку двигателя. Там крепление под зацеп, потом три винтика и так далее. Закручиваем. Не спеша. Выводы, выводы нашего двигателя не должны касаться сверху или снизу. Они где-то должны быть посередине. Да-да-да, посередине. Вот это вот мы еще раз проверяем, еще раз проверяем, что все крутится у нас как положено. Нигде ничего не задевает, нигде не шаркает. Неправильно закрепите сам вентилятор, будет везде шаркать. Справа или слева. Итак, закручиваем наши винтики. Проверяем опять, все должно крутиться. Ля-ля, все. Потому что потом опять разбирать будет, конечно, тяжко. Соответственно, ставим электрическую часть на место. Тоже убираем полотенце. Сверху защелка, внизу крепление. Вот это, да-да-да, вот я вот как раз, видите, подкручиваю. Да-да-да, сверху и снизу должно быть расстояние, чтобы двигатель не касался кожуха. Он у нас держится на резиновых амортизаторах. Я вот как раз вам показал. Очень важная вещь. Однажды попался, у меня гудение было, думаю, что он гудит? Блин, оказывается, двигатель касался кожуха. Так, прокладываем датчик температуры. У меня немножко он в другую часть вынесен. Закрепляем провода заземления. Там два крепления есть. И не забываем про, не забываем про вот этот вот датчик температуры. Соответственно, датчик температуры надо взять скобу. Скобочка есть там такая. Да, винт упал у меня. Заземление, да, это соединяет электрическая часть с испарителем. Электротехника, положено. Прикручиваем. Все прикрутили, датчик установили. И сейчас мы закрепляем наш лоток для сбора конденсата. От двигателя разъемчик есть. Соответственно, чуть-чуть вниз. И вот так. Да, 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 да. Мы же еще, ну, в принципе, закрепили, да, радиатор. На плату, на электрическую плату подключаем наш двигатель управления шторкой. По-другому не подключить, там ключ есть. Вот у нас немножко с другой стороны ракурс. До щелчка должна труба заходить. Там крепление такое интересное. И, соответственно, крепление вот этого лотка сбора конденсата. Все это дело на улицу у нас отводится. Да, да, да. Вот у нас подключение на разъем. На разъем электрической платы. Больше там, в принципе. Вот разъем еще торчит. Это у нас разъем от крышки. И вот мы крышку уже располагаем. Соответственно, мы закрепили уже вот эти вот четыре винта крепления нашего радиатора. И устанавливаем крышку. Крышка сверху входит в пазы и на защелках она крепится сверху. А снизу у нас два винта и еще ниже три винта. Соответственно, все это дело аккуратненько. Крышка должна садиться сама, без принуждения, силовых воздействий и так далее. Все аккуратненько, все это дело располагаем. Смотрим, прощупываем крышечку, проглаживаем. Да, 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 да. Вот так вот руками все смотрим, чтобы все в пазы зашло и так далее. Все держится, да, прекрасно. Пощупали, проверили и так далее. Вот так вот с этого ракурса, например, как я оставил все это дело. Провода укладываем. Провода укладываем. Вот сверху на защелке в пазы крышку располагаем. А потом уже снизу доводим до ума. Кусочки изоленты у меня проложены по шву. Это когда вот двигатель у меня шумел, а я думал, что это где-то корпус шумит. И прокладки такие дела из изоленты. Это решает определенным образом вот этот вопрос. И вот видите, корпус как бы сел, как бы уже сел, все как бы на место и требует уже крепеж. Крепеж требует крепеж. Соответственно, находим винтики, болтики или как их еще назвать, саморезы они и так далее. Сверху креплением у нас идет как раз наш корпус крепится к испарителю. К испарителю. Не к испарителю, а к лотку сбора конденсата. Соответственно, все вот эти вот шторки, корпуса, все это дело было промыто любимой женой с помощью химии и так далее. Просвеченное было ультрафиолетом, ультрафиолетовыми лампами. Хорошо на солнышке еще, чтобы полежало, высохло и так далее. Это очень полезная вещь. Пластмасса как бы беленькая, сейчас хорошая, а когда вот так вот она лето простоит и зиму продержится, такая желтоватенькая становится, как слоновые кости. Соответственно, нижнее крепление тоже. Ставим все наши заглушки, не забываем. Здесь-то у нас хорошо, буквально там 20 минут и готово. На самом деле, это довольно-таки продолжительная история. Соответственно, да, шлиц попадаем на двигатели управления, да-да-да, а потом только методом изгиба шторку устанавливаем слева. Соответственно, крепеж посередине, все, двигатель чувствуется, наши помытые фильтры. Эти фильтры раз в неделю надо, особенно летом, когда вы пользуетесь охлаждением. Ставим на место все это дело и, да-да-да, радостно. Некоторые фильтры надо немножко получше установить, да, они выпираются там. Ну, вот, в принципе, как бы и все. Ставим нашу крышечку и начинаем летнюю эксплуатацию нашего кондиционера. Делайте свою жизнь правильной, берегите свое здоровье. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!